Для Жабенковской средней школы номер один опошние изменения у организации шестого школьного дня не стали новиной. Тут и ранее по субботах працевали гуртки по интересах, ресурсные центры по подрыхтов цеда Олимпиад. Ибо что факультативов в субботнем раскладе было два, теперь одиннадцать. Все, что у нас изменилось в последнее время, это только добавилось количество факультативов на шестой школьный день. А в общем-то вся остальная система работы, это мы уже не первый год так работаем. Там, кстати, работают еще у нас шестой школьный день и педагоги-предметники. Я вынесла на шестой школьный день встречу с родителями, то есть консультацию с учащимися, с родителями по предмету. Родители некоторые говорят, что им удобнее стало, они уже знают точно, что в такое, например, время с десяти до одиннадцати я нахожусь здесь в школе, и другие учителя тоже, они приходят для беседы, для того, чтобы узнать о оценках, о результатах. Конечно, это еще не все аспекты организации шестого школьного дня. Один из них, на які нацельвые педагогов и Министерства аддукации – профориентационная работа. Якие формы тут могут быть? Областный семинар организованный для начальников районных отделов аддукации и керавников правоаддукации, разглядя умогчимости взаимодействия средних школ и профессийных лицеев и колледжев. На базе Жабенковской школы номер один установами правоаддукации были организованы майстер-классы по профессиях. Школьникам не просто их показали, и они сами поспробовали себе у роли парыкмахеров, кондитеров, шварчиков або электромонтеров. Многие дети выказали меркование, что могли бы приходить на такие занятки регулярно по субботах. Вообще, да, можно было приходить и учиться, как выкраивать. У меня мама швея и бабушка швея, и они не умеют выкраивать, они только шьют. И вот мне интересно, как выкраивать. Даниилу Хельчуку урок адмистра Убресского колледжа приборобудования сподобался. И хотя юнак не планует быть электромонтером, уполненные навыки профессии спотребятся у житти. Я считаю, что это должен иметь каждый мужчина. Это настоящая мужская работа, настоящая мужская профессия. В шестой школьный день ты готов был бы приходить и учиться? Ну, скорее, да. Скорее, если бы было вопрос, я бы приходил учиться. У Жабинцы День Ама установил прав эдукации, у школах можно наладить вот такие выездные занятки. Там, где есть профессийные лицеи и колледжи, махчима наладить работу на базе их. Дарыча для Кобрынского лицея сферы обслуговывания, майстер-классы для школьников не уновину. Дякую же постоянной подобной работе лицеи не отшивая проблем с набором навученцев. Учащиеся в школе приходят к нам и пробуют своими руками. Изготавливают изделия по специальности. Или же продавцы это, или повара. Они более глубоко ознакомляются с профессиями нашими, которыми мы готовим нашим лицей. Теперь лицеем и колледжем варто организовать такую работу не только под час Дён Открытых Зверей, а ли и по субботах. И холодное детям не треба показывать профессию, я не повинный, я ее поспробовать уластными руками. Результатом каждого вот такого мероприятия или данного занятия должен быть конечный результат. Что ребенок в конечном счете унесет с собой, кроме знаний теоретических технологий какой-то, сделанного, выполненного собственными руками. И еще один важный момент был отзначен под час семинару. Профориентационный школьный день не повинен охопливать у всех поголовно. Самое страшное, чтобы вот эту работу не заформализовать, не гнаться за цифрами, что нам должно прийти в учреждение в рамках шестого школьного дня 100 или 200 ребят. Это должны быть ребята, в первую очередь, которые ориентированы на рабочие профессии. Форма организации шестого школьного дня зараз только проходит апробацию. Накольки эффективная такая работа, мерковать можно будет не ранее конца года.